Девчонки, всем привет! Сегодня собираюсь на день рождения журнала Pink и решила с волосами не заморачиваться, прийти в салон и вот мне уже красоту такую навели Накрасилась сама и сейчас уже убегаю поэтому встретимся там, не приключайтесь Девчонки, всем привет! Девчонки, сегодня получила посылку не одну, их несколько, три посылки получила и решила вам показать покажу попозже, тут даже предыстория есть заказала себе через интернет свитер и вы знаете, я не ожидала такого качества отдала за него 380 плюс посылка новой почты вышел он мне в 410 гривен но на фотографиях он был один, то есть не на девочке на фотографиях был а просто висел на вешалке и мне казалось, что он длиннее, он коротенький я покажу его в обновках своих зимних здесь в пакете я не буду показывать что, потому что вдруг меня смотрит девочка которая эта посылка, то есть я собираю посылку и здесь есть кое-что ей в подарок, то есть мы с девочками делаем уже второй год такой обмен подарками самый новогодний обмен по хатштегу можно будет найти, но это чуть позже я расскажу я сниму, как я собираю этот подарок и отправляю ей, а потом вы уже посмотрите у нее на канале что же я ей подарила ну и также каждая из нас, у нас 30 человек я думаю, это очень интересно в том году было то же самое, было здорово по поводу обуви, недавно снимала видео Демкины зимнюю, как бы одежду и обувь из обуви у него были только одни сапоги, прошлогодние я говорила, что было бы неплохо, если бы они остались еще на этот год то есть они были на него нормальные только я сняла, только я об этом сказала буквально через пару дней он говорит, что, ну то есть показывает на ножку, говорит Вава то есть они начали ему давить поэтому мы поехали с мужем и купили ему мы искали тоже сапоги, я когда увидела эти ботинки, я говорю, я хочу ему эти ботинки они реально очень классные, производство Турция вот, это набук и продавец сказала, что это натуральная овчина но я сомневаюсь, что это натуральная хотя, короче, не знаю вот, и когда мы купили, она говорит, что в течение 14 дней вы можете вернуть но главное, чтобы была не ношеная обувь что мне тоже очень понравилось купили мы их, вот тут написано, магазин Позняки находится он на Среброй Кильской это даже не магазин, такой как Ларечек там так и написано, что обувь для детской обуви и подростковая вот, размер 25 здесь и стоили они 595 гривен но я считаю, это очень хорошая цена для такой обуви потому что сейчас у нас выпал снег плюс мы пока шли до машины естественно, Дема уже вляпался в грязь короче, они все вот так вот были в грязи я ничего с ними не делала специально для того, чтобы вот вам показать да, то есть они ну такие будут, добротные будут ходить ну и плюс то, они мне нравятся они очень стильные вот и вот такие вот штаны ему купила улица Урловская пересечение Анны Ахматовой то есть на углу там есть такие магазинчики детские и вот там вот эти штаники купила какие они мягенькие прям вообще очень мягкие мне они безумно нравятся и стоили они вот 180 гривен это обувь она шашелала вообще взамен это если вдруг снег, слякоть например, гулять на улице, бегать ну, не знаю, сменка все-таки должна быть поэтому я через интернет кстати, первый раз, девочки я покупаю через интернет обувь малому у него очень высокий подъем тут не всегда удается когда мы меряем чтобы обувь подошла а тут как бы через интернет но я рискнула потому что я увидела, что липучки что он зайдет и, ну, без проблем и действительно померили нормально ну и внешний вид у них такой неплохой насколько они качественные в плане зимы будет ли ножка мерзнуть или нет это я проверю вот, но такие вроде бы добротные ну, по крайней мере, так кажется вот, здесь тоже они теплые внутри сейчас ну, вот, максимум, что у меня получается это, конечно, не овчина это что-то подобие какое-то под овчину вот, но надеюсь, что будет тепло сейчас попробую стельку достать чтобы рассмотреть получше вот не знаю, что это такое ну, глянем под носочек буду одевать потому что, мне кажется, так будет холодно хотя эти такие же сейчас тут стельку здесь никакие здесь здесь другое как вы думаете, овчина это или нет, девочки? потому что продавец говорила, что овчина натуральная а мне что-то кажется, что нет ну, не знаю так отдала я за них скажу сейчас 330 гривен на сайте плюс посылка тоже 30 или 35 гривен то есть они мне обошлись 365 в общем, вот так всем привет продолжаю свой влог и хочу пожаловаться на погоду и, естественно, на состояние потому что те, кто страдает сосудистыми заболеваниями они понимают, о чем я говорю потому что вчера был минус дикий гололед все было обледенелое я даже разговариваю просто очень-очень тяжело а сегодня плюс 8 и представьте, что с людьми вот у которых сосуды у меня дико болит голова но я не могла подвести потому что ну, как бы я договорилась сейчас я приехала на фотосессию ну, это так сложно сказать фотосессия это портретная съемка с классным фотографом попозже вам все расскажу даже, наверное, покажу в соцсетях выложу Avon устроил такой вот, знаете, для блогеров сюрприз ближе к Новому году и блогера фотографирует портретная съемка что будет мы посмотрим чуть-чуть попозже сейчас я уже побегу надо быть без макияжа с черным верхом с белым или серым ну, я выбрала черный гольф потому что холодно ну, как холодно на улице плюс восемь, но очень сыро и так зябко и мерзко вот и без макияжа и вот она я такая вся в этой такой вот красе без мейкапа у меня, получается, еще есть для вас много-много других новостей но я об этом расскажу попозже поэтому оставайтесь со мной не переключайтесь меня уже отфотографировали с волосами ничего особенного не делали только вот вытянули выпрямили кстати, я как задумала что мне, наверное, домой тоже надо утяжок и волосы такие прям классные макияж совсем ньют-ньют и красили косметикой Эйва вот и мне очень понравилось я там для себя заметила определенные подметила определенные штучки короче и консилер ну, в общем, я найду куплю и вам покажу и что мы вообще делали у девочек было блогеров очень много и делали мы вот что портретная съемка и вот чтобы был черный гольф но желательно без улыбки то есть бьюти фотография классно будет девочка кто блондинка я, конечно, темненькая поэтому на фотографии темный фон и мои темные волосы и получается что ну, не совсем так эффектно смотрится но ничего вот только что вы показывали как какая я была мне, в принципе, понравилось я потом вам покажу результат а сейчас сфотографируется капучинка юбочка вот у нее как раз будет классно потому что она блондинка у нее как раз длина волос такая она с Кировограда приехала но сегодня уже уезжает из Кировоград из Кировоград из Кировоград из Кировоград переименовали о боже вы представляете я даже не знала Кировоград переименовали мы в фотостудии я только говорила брала юлин телефон снимала для нее ну, блог и говорила уже для ее канала что классная вообще стена вот из книжек потом тут есть вот тоже зона новогодняя мечта любого блогера иметь такую большую комнату или вообще свою студию чтобы было много-много-много зон для съемки вы не представляете как нам нравится для вас снимать чтобы вам нравилось чтобы было много разных зон что-то менять в общем цвет чтобы классно в общем мы стараемся вот все я уже отснялась еду домой потому что у меня дома демка вот это наш фотограф привет вот в общем в общем как все но все что что которые заинтересовала и по так вот как вот все и на